Цены на жилье в Майами по-прежнему растут, и все это происходит несмотря на замедление роста на национальном уровне. Об этом сообщает издание Builder. Эксперты отмечают, даже с учетом роста цен в Майами растет и покупательская способность. Причем чаще всего в этот город Флориды приезжают те, кто готов купить жилье за наличные. Такое оживление рынка в новом году многие брокеры связывают с переездом компаний. Например, из Нью-Йорка вместе с компаниями, конечно же, переезжают сотрудники и их семьи. Также эксперты утверждают, что среди плюсов покупки недвижимости в Майами это возвращение иностранных покупателей жилья, отсутствие подоходного налога в штате и, конечно же, климат. А вот среди минусов это отсутствие доступного жилья, климатические риски и высокая стоимость жизни, а также пробки на дорогах. Ну и сейчас из солнечного Майами к нам присоединяется брокер Денис Макалов. Денис, привет, слышали ты нас сейчас? Привет, привет. Да, отлично слышишь. Что ж, первый вопрос. Наступил новый 2023 год. Конечно же, бы хотелось узнать, какая ситуация с недвижимостью сейчас в Майами и пригороде, в разных районах. Так, что вообще происходит на рынке? А то говорят, вроде бы у меня миллионы есть, а купить-то нечего уже. Расскажи вот об этом. Слушай, ну, наверное, такое отступление сделаю. Такое было на протяжении двух лет после того, как пандемия, да, это все началось. И потом у нас немного подспал спрос, когда повысились ставки, это было где-то конец весны, да. Конец весны, летом, осень спроса было существенно меньше, чем это было до этого, последние два года. Но в целом Майами сезонный город, и здесь зимой гораздо больше спроса, гораздо больше людей, что, в принципе, сейчас мы видим. На данный момент гораздо больше покупателей, мы это видим, я вижу по своим клиентам и по агентам, которые сейчас, в данный момент, кстати, показывают. И могу сказать, что спрос возвращается, достаточно много спроса, но такого, что прям не из чего выбирать, такого нет. Рынок более спокойно становится, люди некоторые более становятся адекватными в плане, как сказать, в плане продавцы, да, в плане цен, которые они хотят за свою недвижимость. Допустим, я даже смотрю объекты, вот, к примеру, я смотрю дома, есть объекты, которые люди выставляли, ну, для примера, там, за 4 миллиона выставляли, потом выставляли, понижая там на 300 тысяч, потом еще на 200, потом еще на 300, и ты видишь, что этот дом выставлен был за 4 миллиона, а потом он стоит за 3 300, за 3 200. И тут, я, так скажем, зная это изнутри, понимаю не то, что здесь что-то не так с рынком, а это именно что-то не так было с этим объектом, так как продавец слишком завышенно его выставил, потому что год назад, полтора назад рынок как бы сильно горячий, ничего не было, люди разбирали прям все. Конечно, почти все, такое бы все равно не забрали, но вот некоторые люди пытались, да, на этом как-то максимально заработать. Поэтому сейчас такой более спокойный рынок, как сказать. Ну, то есть можно говорить о какой-то стабилизации, да, сейчас, так или иначе? Да, да, более, ну, стабилизации, коррекции можно, если так выразиться, поэтому до этого был рынок продавцов, такой прям горячий-горячий рынок продавцов, что мне есть, чего было выбирать, причем в любых бюджетах, прям вот в прямом смысле своих, любых, там, 10, 50, 200, там, 5, я имел ее, 10, 50 миллионов долларов, да, я знакомого увидел. Кстати, брокер из Нью-Йорка. А, ну вот, вытащил. На встречу пригласил Дина. Хорошая мафия, да. Да, и также в небольших бюджетах, там, по 200, 300, 500 тысяч, все просто разбиралось, и поэтому сейчас более спокойный рынок, который нормализуется. Да, Денис, вопрос. Можно ли какой-то привести пример появления нового комплекса, где, вот, например, ты продаешь недвижимость? Что там с ценами и какие есть условия? Что вот ты покупаешь, если обращаешься к тебе? Вот какой-то пример. Я могу несколько примеров. Ну, допустим, чтобы далеко не ходить, сейчас я нахожусь в Ростогорячем районе, здесь приехал на встречу, и здесь есть пару объектов. Один из них Bentley, резиденция Bentley. Это один из таких, ну, необычных проектов, я бы его назвал, потому что у него есть лифт, который может доставлять вашу машину в квартиру, независимо от того, на каком этаже она находится, там, в десятом, двадцатом или шестидесятом этаже. Это такая уникальная вещь. Другой проект – это Saint-Rigis. Также известный бренд, он уже известный, думаю, в hospitality, в бухгалтерном бизнесе. Тоже здесь в Sony House строится. Но он попроще, да? Да, Saint-Rigis, нет, Saint-Rigis и Bentley, они в одной ценовой категории, и, да, если брать за квадратный вход в одной, просто чуть другого формата. Смотрите, Saint-Rigis, он две вышки будет, и больше участок, сам Bentley – это более такое, скажем так, для людей, которые хотят этот продукт и хотят вот именно иметь эту уникальность. У меня, допустим, есть ребята, которые, пожалуйста. А вот все-таки, если гулять, то гулять, то что еще там предлагается? Какие есть фишки, я не знаю, там, бассейн в квартире или… Да, конечно, в Bentley у тебя есть, помимо того, что машина может поставляться тебе с листом на этаж, у тебя также есть, скажи, я пример конкретной квартиры скажу. Минимальные квартиры, которые там начинаются, они идут 3000 в футах или в метрах, в футах, да, может. Да без разницы, сколько вот минимальная стоимость квартиры там в целом? Минимальная стоимость сейчас от 5,5,3 миллиона минимальной квартиры выше. Такие же квартиры у меня ребята брали в конце мая, подписывали контракт за 4,5 миллиона. И в этой квартире у тебя есть парковка на три машины, у тебя 270 метров жилой площади, это не считая эту парковку. И также терраса у тебя в районе там, в зависимости от этажа, потому что балконы, они из-за дизайна здания где-то меньше, где-то больше, идут там от 120 до практически 180-190 квадратных метров у тебя балкон, терраса со своим бассейном, так сказать, и летней кухней. Ну правильно я понимаю, что за 4 миллиона, 4,5 можно найти квартиру мечты, своей мечты в Майами? Да, 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 причем очень хорошую. Да, я просто вспомнил, я визуально это уже видел, у них есть модельная квартира, к которой можно прийти, посмотреть, поэтому я вспомнил, как она выглядит, и да, это мечта. Слушай, ну ты вот давно занимаешься брокерскими всеми этими делами, что вот в 23-м году, если есть деньги? Говорят, что может быть будет рецессия, куда бы лучше вложить? То есть это все-таки апартаменты или это частные дома, которые в округе тоже, да, в Майами очень популярны? И, быть может, есть какие-то районы, о которых уже забыли, а вот сейчас наши подписчики увидят и, например, могут там куда-то поехать, посмотреть и приобрести дом, обратившись к тебе, потому что много информации забывают. Ну давай постепенно, да, если есть деньги, то во что вкладываешь? Ну я начну, наверное, с того, что это всегда индивидуально, потому что часто бывает, ты начинаешь разговор с клиентом, который тебе говорит, я рассматриваю, к примеру, там, частный дом в одном районе, и вот это хочу. В итоге мы заканчиваем совсем другим районом, и мы заканчиваем другого формата недвижимости, которого даже не досматривали. Вот, кстати, один из примеров, недавно ребята также интересовали. Вот, а теперь расскажу. Если это, допустим, пример для сугубо инвестиций, человек вообще не собирается сюда приезжать, к примеру, ему нужна, там, есть у него, ну давай миллион возьмем для ровности, он может взять номер в отеле, который будет сдаваться и приносить ему доходность. 5-6 процентов чистыми годовых, это есть несколько отелей, с которыми я давно уже работаю, и это предусловие, что человеку неинтересно вообще там жить, неинтересно заниматься управлением, потому что отель сами это все делает. Извините, Денис, а на время можно будет приехать отдохнуть, ну, самому вот этот отель там выбрать какой-то месяц, например, а потом пусть дальше сдает? Все зависит от отеля, чаще всего, да, я тебе скажу, вот, допустим, W отели, которые на моей бичи есть, так, ты можешь там приезжать, единственное, у них есть Blackout Days, называется, это когда там Новый год, самые такие горячие даты, они сами хотели бы сдавать, потому что там цены доходят в районе 2,5 тысяч за обычный номер за суд. И есть отель, вот, например, у Аквалина здесь, в Сане Аус, там у меня есть у одних ребят номер в отеле, и его нельзя пользоваться, они, я тебе скажу больше, мы его даже не видели, когда купили, они его даже не видели, я его даже не видел, это мои постоянные клиенты, они уже лет-то 7-8 купили со мной, когда мы это покупали, они говорят, Денис, ну, такого я еще, говорит, не видел, мы с тобой давно работаем, но, говорит, чтобы покупать что-то, что мы даже не можем посмотреть, я говорю, Роман, бери. Не переживай. Да, потому что там, ты смотришь на доходность, это же, когда ты смотришь на инвестиции, ты должен смотреть только на доходность, если смотришь на такого формата инвестиций. Если ты, допустим, рассматриваешь этот объект использовать в будущем для себя, то это люди, конечно же, тоже должны иметь в виду, но и чаще всего имеют. Допустим, у нас сейчас из Нью-Йорка клиенты, привет, Юрий, если вы будете смотреть, они рассматривают покупку здесь квартир в одном из зданий на первой линии для того, чтобы в будущем... Ну, то есть в будущем переехать, да, или как? Да, да, я просто, мы позвонили, я на сайт поставил, для того, чтобы в будущем использовать эту квартиру для себя, переехать. А пока она, чтобы не проставилась, они хотят ее сдавать там несколько лет. Поэтому тут у каждого свои запросы. Допустим, ребята, которые берут новостройки, да, это чаще всего предприниматели, для которых интересно подзаработать, потому что ты тогда берешь на этап строительства, цена, она первоначальная, и вырастает по времени стройки. И плюс у тебя нет необходимости выплачивать всю сумму сразу, так как идет стройка, и ты вносишь по частям. Для тех, кто предпринимателем чаще, да, или там доктора, адвоката, у них есть возможность, допустим, оплату эту вносить по этапу. Поэтому все индивидуально под каждого человека. Ну да, вот главное заинтересоваться этим вопросом, чтобы были деньги, потом обратиться, ну, не знаю, к тебе, например, да, и уже изучить все, что необходимо. Спасибо. Вопрос следующий. Вот в новом году, который наступил, очень важно, наверняка, кто хочет приобрести недвижимость или будет продавать недвижимость в Майами, во Флориде. Есть ли какие-то новые правила, которые вступают или вступили в силу в этом году, о которых должны знать потенциальные продавцы, потенциальные покупатели? Ну, я могу так на скидку сказать, что единственное, одно из таких известных правил, которые вступило, но оно никак, в принципе, не влияет на продажу недвижимости. Это в ассоциации в здании месячное обслуживание. Они должны теперь, будут обязательно иметь часть денег, которые будут уходить на резервы. Потому что после коллапса здания в Сервсайде, так как это всегда здесь затягивалось, потому что очень много людей в здании, и кто-то там не хочет, допустим, делать ремонт, и что-то там затягивается. Ну, и, к сожалению, произошла такая трагедия. Сейчас вот этот губернатор штата выдвинул такой закон сделать, чтобы часть всегда поделала на резервы с этого месячного обслуживания, и своевременно были ремонты. Я, кстати, хотел бы вот тоже сказать, если люди будут, которые смотрят туда, что чтобы не боялись вот этих месячных дополнительных фи, когда вы берете здание не новое, и у вас каждый месяц еще говорят, помимо вашей обслуживания, вам еще нужно за что-то платить. С одной стороны, люди смотрят на это и боятся, но с другой стороны, они должны понимать, что это вещь, которая всегда повышает ценность вашего объекта. Если, конечно, там правильно управляющая компания, а не идет какой-то неправильно использованный средств. Ну, я думаю, что там это небольшие какие-то деньги, ну, я имею в виду 500 долларов в месяц, да, где-то там? Небольшие деньги, да, это разбивается помесячно, и вся сумма сразу, по-моему, комфортно. Да, ну, в общем, главный-то вопрос, да, какие районы, о которых, может быть, кто-то подзабыл, раньше там было дорого что-то купить, а вот сейчас вроде или наоборот, да, стало подороже, но лучше приобрести именно там. Мог бы ты назвать вот именно с какими районами ты работаешь, куда можно заглянуть и что-то найти такое ценное, классное, хорошее? Район я бы брал от Бриккина, даже от Бриккина, но, опять же, наверное, скажется, что все индивидуально, к примеру, есть люди, которые переезжают сюда и рассматривают покупку где-то, где хорошие там школы, и хотят более в частных секторах жить, а не в высотках, поэтому можно взять от Юга даже, там, Кокона, от Гру, Коралл Гейблс, хороший район, это более такая спокойная, спальные районы, вот так тоже. Бриккин – это финансовая часть города, даунтаун, мидтаун, это соседние с Бриккилем районы также хорошие. Мэйя бич в целом, уже в зависимости от бюджетов и персональных предпочтений, есть разные зоны Мэйя бич. Саня Алс, русскоговорящий, где я сейчас нахожусь, как сказал ранее, он всегда, в принципе, был, да, и остается популярным у многих русскоговорящих людей, которые любят сюда приезжать и приобретать недвижимость, потому что удобная локация на океане, объекты, соотношение цены и качества, ну и в целом, да, он такой, очень комфортный, я бы назвал, потому что здесь более спокойная. Ну да, инфраструктура там все-таки развита, да? Да, да, здесь нету, допустим, как на ошендрайве слишком большого потока туристов, это все бы эти районы, я взял бы, а там уже в зависимости от бюджета. Да, спасибо, ну слушай, за вот этот наш разговор, несколько раз ты поздоровался там с людьми, кто-то продает, кто-то покупает, в общем, все это активно на самом деле выглядит, это же не специально подстроено, то есть действительно... Подожди, я же по скрипту все читаю. Работа, в общем, есть, работа кипит и это классно на самом деле, поэтому рад за тебя. Брокер Денис Макалов был сегодня на YouTube-канале Бюро, спасибо большое за эту информацию, когда-нибудь подготовимся и приедем. Поговорили, до встречи. Спасибо большое. Вот и в Нью-Йорке, кстати, наберут через пару минут. Да, нет проблем, спасибо большое. Давай, радовались.